Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается совместимости в интимных свете. Да? А про вопросы? Ее вот девушка пишет о том, что у нее потребность в интимных отношениях больше, чем у ее мужчины. Мужчина раньше шел на встречу, а теперь идет через раз. Значит, вопрос, как, значит, как, во-первых, перестать ссориться? Вот. И что делать, чтобы и его не вводить в некомфортное состояние, и самой не мучиться? Да? Ну, во-первых, в контексте ссор я бы вам обнастоятельно рекомендовал изучить психологическую игру скандала. Но вы увидите, что там, в принципе, прямая связь с проблематикой, так скажем, которую вы описываете. Вот. Дело в том, что ссора это, в принципе, и есть такая вот форма интимных отношений. Поэтому другие поводы, о которых вы говорите, могут быть просто поводы, не более того. Это первое, что хочется сказать. А второе, что хочется сказать, это то, что у вас, знаете, какая вот альтернатива? То есть, либо мужчина, и вы имеете интимные отношения, да? Как бы, либо никто. Вот. Мне не очень понятен в данном случае вот такой, по моему мнению, узкий взгляд на ситуацию. То есть, если так вот поразмыслить, то, ну, действительно можно задаться вопросом, почему мужчина должен, как бы, заниматься сексом, когда он не хочет этого. То есть, тут, как бы, все логично. Да? Ну, по факту. Но и вы хотите, это нормально. Это абсолютно нормально. И здесь можно вести речь о том, чтобы вы получали удовольствие. Только вы. Но если так выходит, что мужчина не хочет, значит, ему удовольствие получать не обязательно. А вы можете исполнить. И для этого существуют разные виды секс. Я не думаю, что имеет смысл мне говорить здесь об этом по этическим соображениям. Я не буду здесь об этом говорить. Но, я очень надеюсь, что вы об этом подумаете. То есть, необходимо расширить кругозор относительно интимной жизни и не ограничиваться только каким-то, вот словно говоря, одним видом секса. Если у вас разные потребности. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент того, почему мужчина не может ходить меньше, чем вы. Да? Это некоторое давление на него, это некоторая усталость, некоторая сковка. Да? То есть, нужно смотреть на то, насколько доверительные отношения между вами. То есть, может быть, там, мужчина чувствует себя, там, расслаблено с вами и так далее. Потому что разница в возрасте у вас довольно большая. Ну, получается, 7 лет. Вполне возможно, что вы сами того не желая можете занимать такую вот несколько деструктивную, доминирующую. Родительскую позицию по отношению к нему. Вот. Ну. Так вот. К сожалению, часто бывает. Такая позиция занимается, если партнер старше. Безусловно, это не всегда происходит, но бывает. Дальше. Ваша потребность в сексе может быть вызвана некоторыми психологическими проблемами. Опять же. Да? Не обязательно. Так. Ну, может быть. Психологии, психотерапевтам частности. Такая ситуация хорошо известна. Когда, ну, условно говоря, через интимную жизнь снимается. определенное напряжение. Вот. Снимается там тревожность. Снимается недовольство какое-то. Снимается. Если оно есть, конечно. Вот. То есть, тут вот, такой аспект нужно, на мой взгляд, учитывать. Необходимо его учитывать. Чтобы исключить, вот, ну, компенсацию. Да? То есть, исключить то, что вы не просто там, ну, секс хотите, быть, а исключить, именно, момент от того, что вы можете хотеть чего-то другого, на самом деле. Дальше, значит, обратите внимание, что, несмотря на разность, в темпераментах у вас, вы, ну, по факту, как бы, ну, вот, своего мужчину, да, получается, как будто бы не принимаете. То есть, ну, что такое личная ответственность? Это когда я отдаю себе отсчет в том, что, вот, у меня партнер, который, вот, в этом смысле, ну, мне не соответствует. Ну, вот, на, там, допустим, ну, на текущий, на текущий момент. Да? И я его сознательно выбираю, принимаю и принимаю, как бы, ту цену, которую мне нужно заплатить за то, чтобы с ним быть в отношениях. А у вас как-то получается так, что человек должен вам идти навстречу. То есть, по сути, как бы, ну, с собой жертву. То есть, это хорошо, если он это делает. Вы поймите правильно, это хорошо, если он это делает. Но, он может и перестать это делать, как вот он взял и вот, перестал. Взял и перестал это делать, да? Вот. И все. И вы его, по факту, таким уже не принимаете. Потому что, вот, ну, у вас потребность, как бы, у него потребность. То есть, это вопрос, во-первых, зрелости отношений, во-вторых, личностного взаимодействия. Интимная сфера, безусловно, важна, но, помимо, помимо нее, помимо интимной сферы, безусловно, присутствует и, ну, другие, другие, помимо здесь. Вот. А, в вашем, вот, как бы, случае, как же, вот, получается так, что, как будто бы и нет, да, как будто бы и не присутствует в других сферах. Это наводит на мысль о том, допустим, какого рода отношений вы выстраиваете. Да? Насколько они зрелые, я имею ввиду отношения. Насколько они разносторонние, насколько они качественные. Вот. И так далее. В данный момент очень важный аспект. Таким образом, со всеми этими аспектами необходимо проработать. Вот. Вот. Как мне кажется. По крайней мере. Вот. И, соответственно, либо вам одной, либо вместе с с мужчиной. Одной, это, соответственно, индивидуальное, ну, консультирование, индивидуальное консультирование, вместе, это, соответственно, семейная. Да? Терапия. Терапия для пар. Скажем, скажем так. Выбирайте. И, соответственно, в зависимости от того, что вы выберете, какой формат для вас удобнее, в зависимости от этого, вы сможете организовать процесс решения проблемы. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. П hinнёмся поGL. Удачи. Удачи.